Здравствуйте. Я рад вас видеть. Окей, давайте начнем. Меня зовут Вячеслав, я являюсь руководителем компании Global Intellect Service. И во второй половине, то есть мне выпало честь открывать вторую часть нашего сегодняшнего дня, и в первой части мы говорили о продукте, а во второй части мы поговорим о способе продвижения, и у нас для вас есть бизнес-предложение. Но прежде чем я начну, я хочу воспользоваться еще раз случаем, и так как с точки зрения руководителя и, как Надя сказала, идейного вдохновителя, я еще немножко хотел бы запаковать информацию о продукте и рассказать наше видение о том, как мы сейчас этот продукт воспринимаем и какие у нас дальнейшие планы. Еще раз, вы слышали о продукте, как он работает, и если самыми простыми словами еще раз, UDS — это платформа, которая объединяет людей. И в данном случае это платформа, которая объединяет, с одной стороны, предпринимателей, которые хотят продавать продукт, и обычных покупателей нас с вами. Это как такой большой торговый центр, который в интернете, и в этот торговый центр еще раз приходят предприниматели, которые выставляют свои товары, услуги, и с другой стороны в этот торговый центр заходят обычные пользователи, то есть обычные покупатели, то есть мы с вами. И задача этой платформы — создать инструменты, которые позволяли бы эффективному взаимодействию покупателя и предпринимателя. И наша задача — развивать эту платформу, и когда мы впервые вообще об этой идее зажглись, мы поняли, что это на самом деле гениальная идея, и у этой гениальной идеи есть просто огромная перспектива. Я хочу вам просто передать масштаб того действия, которое сейчас происходит, и во что это вообще может вылиться. У меня есть четкая убежденность в том, что тот продукт, который мы делаем, он нужен абсолютно любому человеку, и это приложение должно стоять абсолютно в любом телефоне. Вот смотрите, еще раз, когда человек скачивает мобильное приложение, что он получает в этом мобильном приложении? Абсолютно любой человек получает доступ к этому большому торговому центру, где он может покупать товары, услуги, то есть пользоваться услугами местных предпринимателей, в данном случае офлайновых предпринимателей, со значительными скидками. То есть это может быть 20-30% скидки. Бывает, это доходит до того, что человек может бесплатно приобретать товары, услуги в этом торговом центре. То есть получается, что это мобильное приложение, которое скачиваем мы с вами, то есть мы входим в этот торговый центр, в интернете, мы входим путем скачивания мобильного приложения. И это мобильное приложение, еще раз, оно позволяет нам экономить семейный бюджет. И я уверен, что абсолютно любой человек, в любой точке земного шара, он заинтересован тратить меньше на те же самые товары и услуги. И наше приложение, вот этот вот значок в ваших смартфонах, он позволяет экономить семейный бюджет. Где-то может быть на 20-30%, где-то на 50%. И подумайте, я не знаю, какой у вас есть семейный бюджет. Не знаю, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 200, полмиллиона, миллион. Не имеет абсолютно значения. Вы просто подумайте, что с помощью этой кнопки вы можете экономить до 20-30% семейного бюджета. Это 20-30% средств, которые высвободились. Их можно направить на то, что вы до этого себе не могли позволить. То есть идейно, на самом деле, вот это приложение, оно нужно абсолютно любому человеку. Это приложение, оно полезное. То есть вы, когда скачиваете различные мобильные приложения, вы ими пользуетесь, и в какой-то момент вы понимаете, оно полезно или не полезно. И если оно не несет никакой пользы, вы его удаляете. И вы, как правило, на своем телефоне сохраняете только то, что вам несет какую-то определенную пользу. В данном случае UDS действительно несет потрясающую пользу. Потому что мы, как разработчики, мы получаем очень много обратной связи, фидбэка от обычных людей, которые просто скачивают приложения. Обычные пользователи. И они говорят, спасибо вам, я пользуюсь, мне нравится, я получаю скидки и так далее, я бесплатно получил товары или бесплатно получил услугу за то, что я сделал рекомендации и так далее. Спасибо вам огромное. То есть это говорит о том, что мы сегодня создаем продукт, который нужен абсолютно любому человеку. Еще раз, вот эта иконка, вот это приложение UDS, оно должно быть абсолютно в любом телефоне, потому что оно реально несет пользу. Не имеет значения, какой у вас бюджет. Любой человек с любым бюджетом, он хочет тратить меньше. Вы согласны? Да. Это говорит о том, что вот на сегодняшний день у нас уже больше 12 миллионов вскачивания этого мобильного приложения больше 12 миллионов. И вот эта вот скорость, присоединение, она все растет и растет. И это говорит о том, что эта цифра, она будет постоянно увеличиваться, увеличиваться. И что мы имеем с вами? Мы имеем с вами платформу, торговый центр в интернете, куда приходит все больше и большее количество людей, пользователей. И этот торговый центр, эта платформа, она действительно несет пользу. С другой стороны, приходят предприниматели. Что он там получает? Он получает возможность, во-первых, коммуницировать с этой огромнейшей базой. Во-вторых, там есть инструменты, когда он может эффективнее вести свой бизнес. И знаете, как бы это парадоксально ни звучало, но он может экономить, он может давать меньше скидку, чем он давал прежде. И я думаю, что на кейсах вы это видели. То есть это говорит о том, что здесь эта сторона выигрывает, и эта сторона выигрывает. И к этому, скажем так, торговому центру добавляется еще третья сторона. Это партнеры. Это модель, когда не просто win-win, а здесь три раза win. То есть есть пользователь, который скачивает и экономит семейный бюджет. Есть предприниматель, который использует этот продукт. И есть еще партнерская среда, которая может зарабатывать деньги на продвижение этой идеи. Если посмотреть глобально, то эта история, еще раз говорю, она гениальная идея. И я не говорю, что это наша идея. Вы ее видите, она витает в воздухе, то есть это понятно. И у нас нет какого-то права на какую-то идею. Мы просто увидели, что есть гениальная идея, которая витает в воздухе. И наша задача заниматься реализацией, то есть исполнением этой идеи, созданием инструмента для того, чтобы эта идея заработала. Вот то, что мы в принципе делаем. И мы понимаем, что мы уже 6 лет, 7 лет уже занимаемся разработкой этого продукта. И за это время пройден огромный этап для того, чтобы создать самый лучший инструмент для этой идеи. И мы видим, и мы понимаем, что через некоторое время перспективы настолько большие, что это может вырасти в такой же Uber. Это может быть такой же Facebook. Еще раз вдумайтесь. Это приложение, которое действительно полезно. Это приложение, которое с удовольствием люди скачивают и пользуются им. То есть на каждом телефоне на сегодняшний день больше 12 миллионов установок. То есть о чем я хочу сказать. Вы видели продукт, как он работает в первой половине дня. Но моя задача показать вам масштаб. Сказать, что это платформа, которая имеет просто сумасшедшие перспективы, которая выходит за рамки вообще города, страны, региона. То есть это история, которая может работать по всему миру. И у нас с вами сегодня во второй части мы будем говорить по поводу бизнес-приложения. Потому что мы говорим, что для того, чтобы действительно вот эту идею распространить на весь мир, нам нужно большое количество вовлеченных партнеров, то есть единомышленников, людей, которые разделяют наши ценности, они видят перспективу этой идеи, и мы бы вместе могли эту историю масштабировать. И понятно, что здесь есть и финансовый результат очень хороший, и мы сегодня будем об этом говорить. То есть вторая часть, она по поводу предложения. То есть вы видите бизнес-приложение, то есть вы видите продукт, платформу, вы понимаете, что действительно классно все, есть клиенты, пользуются, понятно, механика и так далее. Сейчас я вам показал, что это перспектива, которая, ну просто сумасшедшая перспектива на будущее, которая может действительно через некоторое время стать очень крупной компанией. Я недавно читал отчеты инвесторов о том, что, это правда, информация немножко устарела, что компании для того, чтобы стать миллиардной компанией, нужно порядка 15-20 лет. На сегодняшний день сроки, я думаю, что они сокращаются, и на сегодня для того, чтобы стать миллиардной компанией, я думаю, что достаточно 10-12 лет. Это нормального планомерного развития. То есть я не говорю про какие-то венчурные стартапы, которые там очень быстро становятся единорогами, не имея абсолютно прибыли, да, убыточной. Я говорю про нормальный бизнес, который приносит деньги, где есть большое сообщество, где есть работающий продукт, и вот так вот степ-бай-степ мы к этому идем. То есть перспектива просто огромная. И теперь что мы имеем? У нас есть продукт классный, с очень большой перспективой, и мы говорим о том, что у нас есть бизнес-предложение каждому абсолютно человеку, который здесь сегодня, как мы можем вместе с вами, занимаясь продвижением этой перспективной идеи, создавать очень большие деньги. Значит, мы когда создавали этот продукт, мы задумались о том, как же сделать так, чтобы, ну вообще способ продвижения, как сделать так, чтобы эффективно продвигать этот продукт, и чтобы масштабность была, чтобы мы могли быть неограниченными локально, географически, чтобы мы могли развиваться по всему миру. Способ продвижения. И есть традиционные способы продвижения, то есть можно просто выделить какие-то маркетинговые бюджеты, рекламные бюджеты, и инвестировать эти рекламные бюджеты в традиционные средства, да, инструменты. То есть у каждой компании есть бюджет. И есть какие-то, в этом бюджете есть маркетинговые расходы. 20, 30, 40, 50% не имеет значения. И вот эти деньги выделяются на продвижение этого продукта. Мы тоже для себя выделили бюджет. В нашем случае маркетинг бюджет составляет 70%. Мы 70% выделяем. Почему мы это можем? Потому что IT. Мы IT-продукт, это высокомаржинальный бизнес, и мы можем 70% выделить на маркетинговые расходы. И у нас был выбор, что делать с этими 70%? Это огромный бюджет. У нас был выбор. То есть мы могли еще раз пойти традиционным способом, делать рекламу, настраивать там какой-то таргетинг, лить трафик и так далее. То есть то, что делают в принципе все. А можно было пойти другим, немножко нетрадиционным способом, и выбрать для себя партнерскую программу. Что значит партнерская программа? Вообще, что значит партнерство? Что такое партнерство? Партнерство – это тогда, когда встречаются две стороны, и за счет усиления друг друга эти две стороны способны извлечь больше результат, чем от своих собственных усилий. Согласны? То есть если я что-то делаю хорошо, и у меня у одного это получается, это окей. Но если я хочу… То есть нет такого человека, который мог быть силен абсолютно во всех сферах. То есть каждый человек, он уникален, и у него есть какие-то свои собственные, набор своих собственных талантов. И это талант какие-то определенные, один, два, три таланта. Но для того, чтобы делать большую историю, нам нужно, чтобы было больше талантов, вовлечено в продвижение какой-то идеи. И вот партнерство – это как раз таки позволяет. Обычно я вхожу в партнерство, как правило, тогда, когда я вижу, что у меня есть определенные сильные стороны, и я таланты, я беру человека, у которого такие же сильные, то есть таланты другие, сильные, и у нас одинаковые ценности, мы соединяемся для того, чтобы вместе, соединив наши таланты, создать больший результат друг для друга. Вот это и есть суть партнерства, когда объединяются люди с разными абсолютно талантами, и мы все вместе, как единомышленники, двигаем какую-то идею. И для нас вот эта вот идея партнерской программы и сама идея партнерства, она очень сильно отвлекается. Мы понимаем, что есть традиционные способы, но мы будем делать продвижение через партнерскую программу. Что это значит? Это говорит о том, что вот этот маркетинговый бюджет, 70% в нашем случае, мы не тратим в традиционные источники, то есть мы не занимаемся рекламой. Компания не занимается продвижением продукта вообще. Компания весь свой рекламный бюджет, весь маркетинговый бюджет, 70%, она запустила в партнерскую программу. Что это значит? Это говорит о том, что мы платим вознаграждение за продвижение нашим партнерам. То есть мы в продукте, у нас есть механика по рекомендациям, рекомендациям, реферальная система. То есть мы понимаем, что самый лучший способ продвижения товаров, сколько это рекомендации. И понятно, что в продвижении своего продукта мы тоже этот способ выбрали. И мы когда-то решили, что лучше мы будем платить деньги не интернету, телевидению и так далее. Лучше мы эти деньги будем платить тем людям, которые занимаются рекомендацией, а именно клиентам. То есть в нашем случае хорошо тогда, когда человек пришел на платформу, он попользовался продуктом, он получил результат, это самый лучший рекомендодатель, это самая лучшая рекомендация, самый лучший способ продвижения. И вот в эту партнерскую программу мы на сегодняшний день выделяем 70% нашего маркетинга, то есть вообще нашего всего бюджета. Что значит партнерство? У нас с вами, у каждого открывается возможность присоединиться к компании, присоединиться к этому продукту и заниматься продвижением этого продукта. На сегодняшний день это самая стрессоустойчивая бизнес-модель. Как показала, мы прошли пандемию, прошли, значит, кризисы. Ну, восьмого года мы не видели кризис, но мы застали кризис 14-го года, когда очень сильно просела наша валюта. И сейчас вот этот пандемийный, значит, вот эти ограничения, локдауна тоже мы прошли, и мы понимаем, что сегодня это самая стрессоустойчивая бизнес-модель. Затем, есть такое понятие, как интерпринер. Значит, от английского предпринимателя интерпринера. И сейчас ввели новое понятие интерпринера. То есть интерпринер – это, значит, человек, который работает на себя, как предприниматели, но в рамках какого-то большого проекта. Для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, нужно решать очень много вопросов, очень много вопросов. То есть нужно заниматься вопросами продукта, нужно заниматься вопросами его создания, его доработки, его продвижения, его юридические вопросы и так далее, то есть инфраструктуру выстраивать и так далее. И вот эта модель интерпренер позволяет амбициозным людям с активной жизненной позицией избежать вот эти вопросы, которые есть в предпринимательстве, в обычном традиционном, и заниматься просто продвижением. То есть делать то, что лучше всего получается. А вот эти вопросы по продукту берет на себя какая-то сильная компания, сильный бренд, который эти вопросы все закрывает. И сегодня интерпренер — это лучшая форма занятости. То есть почему-то потому, что современные люди стремятся к свободе. То есть не быть ограниченными во времени, не быть ограниченными в географии, в локальной и так далее. Затем партнерская площадка, программа — это лучшая площадка попробовать свои предпринимательские способности. То есть любой человек, который задумывается вообще о своем бизнесе, у каждого человека, который задумывается о своем бизнесе, есть, как правило, набор каких-то определенных сомнений или страхов. Смогу я, получится у меня, не получится, потому что это новая сфера, и там очень много неопределенностей, очень много. Чем хороши партнерские программы, это тем, что они еще раз отсекают огромный пласт проблем, и ты можешь, по сути, на готовой площадке с готовым продуктом, не имея всех абсолютно вот этих вот вопросов с продуктом, то, что не касается вообще, в принципе, самого предпринимателя, да, ты можешь себя попробовать. То есть можешь попробовать свои предпринимательские навыки, то есть разработать свои предпринимательские навыки. И когда у меня кто-то спрашивает, например, вот какой бизнес сейчас можно было бы открыть, если у меня вообще не было никакого опыта. И я всем говорю, что тебе лучше поучиться бизнесу. И поучиться бизнесу не в бизнес-школах, когда ты просто сидишь и слушаешь информацию, а поучиться бизнесу в реальных условиях. То есть тогда, когда ты на уровне тела, на уровне опыта, проживаешь какие-то истории, но занимаешься конкретно бизнесом. Вот партнерская программа – это как раз-таки лучший способ попробовать себя. Это лучший способ создания себя как предпринимателя. И в партнерских программах я в этом году буду отмечать уже 15 лет, как я работаю в партнерских программах. Я пришел в 20 лет в партнерские программы. И когда я впервые это вообще увидел, понятно, что у меня тогда были мысли о том, что нужно заниматься своим бизнесом, нужно на себя работать, нужно что-то самому самостоятельно создавать. И когда я впервые увидел вообще саму суть партнерских программ, я понял, что это потрясающий трамплин для меня. То есть в будущие 20 лет, не имея вообще никакого опыта, никаких инвестиций, я понимаю, что это самая лучшая платформа, как трамплин, где я могу реализовать себя, наработать навыки и потом уже заниматься тем, чем я хочу. Пойти куда-то в большой бизнес предпринимательства, но уже с наработанными навыками и скиллами. Поэтому это сегодня, если вы рассматриваете для себя, вообще думаете о том, что хочется работать на себя, что надоели там эти ограничения, я хочу сам определять свою жизнь, сам контролировать свое время, не хочу иметь никаких географических ограничений, хочу жить там, где я хочу жить, а не там, где я вынужден жить и так далее. То сегодня партнерская программа – это самый лучший способ проверить. То есть самый лучший способ, не то, чтобы проверить, а научиться вот этому предпринимательству. Сегодня это не просто, еще раз, как Надя сказала, это не просто деньги, это не просто большая идея, это еще и сообщество. Чем ценны партнерские программы? Это то, что это большое сообщество таких же людей, как ты. Смотрите, какие люди приходят в партнерские программы? В партнерские программы не приходят, ну, так я скажу, случайные люди. Сюда приходят те люди, которые начинают задумываться, которые начинают немножко, ну, как бы, знаете, стряхивать себя вот эту вот рутину, которые начинают немножко, ну, пытаться видеть дальше своего носа, что будет дальше, которые задают себе правильные вопросы, люди, которые хотят чего-то большего, они не согласны с тем, что у них есть сейчас. То есть это люди, которые сегодня в потенциале имеют, то есть имеют потенциал создавать для общества что-то хорошее. И партнерские программы привлекают сильных людей. И когда ты приходишь в это сообщество, ты становишься, то есть ты находишься вокруг этих людей. То есть люди, которые задумываются о развитии. То есть это люди, которые думают о чем-то большем. То есть это люди, которые повышают свой уровень нормы. И вы знаете, это как, ну, как просаливаться. То есть когда ты в этом сообществе, в этой тусовке, ты сам становишься таким. И вы знаете, что есть очень много, ну, примеров, да, там о том, что ваш средний доход, ваш доход это среднеарифметическое дохода, там, 5-7 ваших ближайших друзей, да. Или от того, что, например, если хотите быть чемпионами, нужно бегать вместе с чемпионами и так далее. То есть это вся история про это. Если мы хотим качественных изменений в нашей жизни, а мы их хотим, мы должны пытаться быть с этим сообществом, принадлежать этому сообществу, прийти в сообщество людей, которые думают таким же образом. И это какие-то события, мероприятия, обучение, поездки. То есть это такая поддерживающая среда, поддерживающая, которая вас постоянно двигает вверх, толкает вверх. Вот вы могли провести эти выходные по-разному. То есть вы могли заниматься какими-то своими обычными делами бытовыми. Но каждый из вас пришел сюда, и вот эти два дня мы что будем делать? Вот эти два дня с этой сцены будут разговоры в основном вдохновляющие. То есть разговоры о том, что, ребята, давайте создавать больше. Ребята, давайте хотеть большего. Ребята, давайте расширяться. Здесь будут с этой сцены завтра особенно, и от меня будут звучать такие фразы, что нет ограничений, что мы можем намного больше, мы можем создать больше результатов, мы можем жить так, как мы хотим. Вот что значит вдохновляющая среда. Спасибо. И, на мой взгляд, это самая главная ценность партнерских программ. Не важно, что ты сюда пришел делать. На самом деле есть люди, я 15 лет этим занимаюсь, я вижу людей, которые, они, может быть, ничего здесь активно не делают, но они вместе с этим сообществом растут. То есть есть люди, которые просто хотят быть в этом сообществе. Есть люди, у которых есть свой собственный бизнес, но они приходят в это сообщество для того, чтобы здесь какую-то мотивацию найти, для того, чтобы еще раз вдохновиться в этой поддерживающей среде. Вот в этом очень большая ценность сообщества. И завтра весь день у нас будет обучение, и завтра это будет вдохновляющая история. Завтра это будут те вещи, то есть будут сказаны такие слова, которые заставят вас задумываться. Вы будете какую-то делать переоценку, и однозначно вы завтра после этого мероприятия выйдете абсолютно другими, с другими мыслями, с другими целями. Каждое мероприятие, оно начинает тебя, оно тебя двигает вверх. И если, вот мой опыт 15 лет, если говорить, в чем самая главная ценность все-таки партнерских сообществ, партнерских программ, это правильное сообщество, правильное сообщество людей. То есть те люди вокруг тебя, которые заинтересованы в твоем успехе. Ну и понятно, что в идеале, то есть к чему мы все стремимся, что нам может дать этот бизнес, это бизнес абонентских плат. То есть я с вами говорил про, начал я, с платформы. У этой платформы есть просто колоссальная перспектива. И каждый из нас может вместе, то есть мы вместе с вами, можем эту платформу развивать, и в будущем распространить ее на большое количество стран, на весь земной шар и получать процент с абонентских плат, то есть получать пассивный доход. То есть сегодня будут люди выходить, после меня они будут рассказывать про маркетинг-план, как начисляется вознаграждение, как здесь можно создавать пассивный доход. И наша задача, то есть у нас сегодня есть инструмент, инструмент такой, что мы имеем возможность, сделав один раз какое-то усилие, получать потом деньги всю оставшуюся жизнь. И вот в эту историю мы идем, для того, чтобы с этим сообществом создать себе вот такую вот жизнь, бизнес абонентских плат и пассивный доход. То есть это тогда, когда вы уже не участвуете активно в деятельности, в бизнесе, но вы получаете вознаграждение только потому, что вы когда-то что-то сделали. Вот такая вот интересная бизнес-модель. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. И мы с вами увидимся еще завтра. Спасибо. Спасибо.